В этом видеоуроке я дам советы мужчинам о том, что делать, когда жена постоянно пилит. Давайте для начала разберем 5 причин, почему женщины выносят мозги мужчинам. Причина первая – неправильное воспитание. Женщины, которые раздражают своих мужей, с детства воспитываются независимыми, свободными женщинами, девочками, которые не должны терпеть давление со стороны окружающих. Причина вторая – повторение мать-учения. Женщина искренне верит, что если она повторит мужу фразу 20 раз подряд, он ее как-то по-особому переосмыслит и примет во внимание. На самом деле, повторяя любому человеку, будь то женщине или мужчине одно и то же, в ожидании желаемой реакции вы выносите ему мозг или ей. Третье – женщина делает все только для блага. Женщина никогда не делает что-то просто так. Она старается быть лучше для любимого человека, для семьи, но систематически выносит мозг. Это она не замечает. Следующее – женщина всегда права. Мужчина никогда. В ходе разговора, ссоры, дискуссии, многие женщины, когда у нее заканчиваются аргументы, она переосознала, что она ошибалась. Она резко меняет тему и начинает атаковать. Женщина вспоминает старые обиды, все мужские промахи, и сделает это особо эмоционально и громко, чтобы стопроцентно подействовало на психику любимого. Мужчина начинает оправдываться, в результате оказывается виноватым. При этом он не понимает, в чем заключается его вина, а значит выносит урок на будущее. И причина пятая – женщина несчастна. Истинная причина того, что женщина выносит мозг своему мужчине – это неудовлетворение своей жизни. Не хватает денег, внимания, уважения. Нет смысла долбить этим мужчину, если только вы не ощущаете радость от семейной жизни. Значит человек, который находится рядом с вами, не ваша судьба. Лучше закончить эти отношения сейчас или попытаться себя изменить. А теперь советы для мужчин, что делать, если жена достает. Поймите ее странности. В следующий раз, когда ваша жена начнет надоедать вам, посмотрите на ее истинные мотивы. Если вы видите, что она делает это только для себя, она это может делать еще и для семьи. Она может подталкивать вас к определенной деятельности. Так что не воспринимайте это за желание жены вас куда-то отослать. Она делает это во благо вам. Умейте говорить о перспективе. Вам не обязательно идти сворачивать горы. Достаточно убедить свою жену, что у вас сейчас открываются большие возможности, и вы обязательно ими воспользуйтесь. А сейчас вам нужно подумать над тем, как это все осуществить. Такая позиция поможет вашей жене стать более доброй и ласковой, а вы получите необходимое свободное время. Займите ее делом. Прекрасно известно, что усталый и занятый человек не сильно склонен спорить и скандали. Это значит, что у вашей жены много сил. Значит нужно придумать ей какие-то дела, чтобы остудить ее пыл. Отправьте ее на работу. Передайте ей часть своей работы. Повесьте на нее детей. Сделайте все, чтобы она уставала. А после работы вы придете настоящим джентльменом и поблагодарите ее за это. Так и она будет уставшей, и вы проявите ласку и заботу о ней. Вам нужно понять, что жена практически всегда будет нуждаться в вашем внимании. Хотя возможно, вы как мужчина знаете такой подход, который сможет ее на время успокоить. Ваша правильная реакция будет показать ей еще раз, что вы ее любите и охотно проводите с ней время. Она хочет снова услышать ваш голос и понять, что она любима и в безопасности. Так что помните, женщине обязательно необходимо проявление любви. Лучше делать несколько маленьких подарков на протяжении какого-то времени, чем один большой раз в полгода. Вот такие странные женщины, но к счастью их можно просчитать. Если ваша жена хочет ваше внимание, значит вы для нее не безразличны и это здорово. Ставьте мне лайк, подписывайтесь на полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.